Здравия всем любителям хоккея! На первой неделе 2020-го состоялся матч зимней классики между Далласом и Нэшвиллом. Супер камбэк на последней минуте устроил Вашингтон. Пропустив пустые ворота ровно за 60 секунд до конца, столичные успели отыграть две шайбы и дожать акулу в овертайме. Илья Ковальчук дебютировал за Мэнриал, а Игорь Шестеркин вообще впервые вышел на лёд Энхел и сразу же одержал победу над Колорадо. Александр Овечкин закинул дубль от Тави и вышел на 11-е место в списке снайперов за всю историю Энхел. А трюк со шляпой провернули Миккор Антоню, Эвандер Кейн и Картер Верхеги, который помог Тампе разнести Ванкувер 9-2. Ну а теперь к лучшим игровым моментам. Неделя 14-я. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Джаред Маккен во встрече с Пантерами мог оформить самый цирковой гол в истории. Перехватил шайбу и, начеканив её пять раз, слёту бросил поворотом. Жаль, что бросок не получился, да и вратарь был готов. Ты пытался, Джаред? Рока Гримальди в овертайме выходит один в ноль, но Джон Гибсон щитком вытаскивает шайбу. Мало того, что Гибсон кончиком щитка остановил угрозу, так ещё и после снаряд полз в ворота. Однако Джон не расслабился и, оставив щиток на льду, не дал Курьезу случиться. Крэйг Андерсон на своём примере демонстрирует, как важны вратарские рефлексы. Крэйг черенком клюшки зацепила шайбу, и она, как заговорённая, мистическим образом плюхнувшись на лёд, поменяла траекторию и ушла мимо. На неделе случилось такое редкое событие, как гол 3 на 5. Микаэль Баклунд прочитал пас Дианджело и, убежав на рандеву с Лунквистом, наказал защитника за эту оплошность. Да, с реализацией двойного меньшинства у Калгари всё отлично. Виннипек выходит 2 в 1, Шайфлив ожидает момент для паса, и Конор не переигрывает Прайса. Уэбер тоже старался и распластался на льду, однако выручать пришлось всё равно Прайсу. Открывает пятёрку топа Роман Йоси и его сверхкрутой ассист в поединке против королей. Защитник Нэшвилла с помощью спинорамы ушёл от Лафа, вытянул на себя двух соперников и выдал пас Джоханссону практически на пустые ворота. Гол имени Йоси. В матче против островитян Нико Хишер отметился прекрасным индивидуальным голом. Швейцарский нападающий продемонстрировал отличный контроль шайбы, выиграл борьбу у Борзала и точным броском с неудобной поразил цель. Тройку призёров открывает Тристен Джарри и его крутой сейф во встрече с Флоридой. Эбглэда грамотно подключили к атаке, и он должен был забивать, но Джарри своей клюшкой затащил момент. Миллер заряжает, Смит справляется, и ещё одно великолепное спасение! Сэм Райнхард добивал после отскока от вратаря, но Майк в великолепном стиле отразил и этот бросок. Конор Макдэвид оформил сумасшедшую шайбу в ворота Торонто, Нагло высматривая партнёра, Конор загипнотизировал Моргана Райли, а затем резко рванул в противоположную сторону и, выйдя один на один с Хатчинсоном, не оставил тому шансов. Вот это координация! Вот это мастерство! Первое место. Конор Макдэвид. Эдмонтон Уэйлерс. В поединке с акулами Райан Урайли оказал медвежью услугу своим партнёрам и заковырял шайбу в собственные ворота. Навыки нападающего при игре в обороне помогают не всегда. Не так ли, Райан? Бонус недели! А вот так Колин Уайт попытался сравнять счёт в концовке встречи с Лайтнинг. После мощного броска в перекладину шайба взмыла вверх. Пока все встали в ступоре, Уайт обнаружил её быстрее всех и решил сыграть по-футбольному. Шайбу, конечно же, не засчитали, но абсолютно всем зрителям такой креативный подход понравился. Но за приз зрительских симпатий голы, к сожалению, не засчитывают. Бонус! Двойной бонус недели! Если вы думаете, что вратари отлично экипированы, их почти никто не трогает и сильную травму они получить не могут, то вы ошибаетесь. В матче с Айлендерс после мощного броска Маккензи Блэквуд лишился нескольких зубов. Во время паузы врач пересчитал голкиперу зубы, и тот продолжил игру, ибо в хоккей играют настоящие мужчины. На этом всё! Если вам понравилось видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и жмякайте колокольчик! Продолжение через неделю! А с вами был Филипп Олешев специально для Фокс Хоккей! До новых встреч! Пока!